Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетном воблере от компании Condor. Моделька называется Deep Diver. Данный воблеровка поставляется в такой вот упаковочке. Оснащен воблер крючками от компании Mustard, что довольно-таки неплохо в данном ценовом сегменте. Длина воблерка у нас составляет 75 мм. Вес составляет 11 грамм. Расцветка в данном случае 150 мм, провоцирующая. Заглубление до 2 м. Воблерок у нас плавающий. Сам воблер выглядит у нас таким вот образом. Я думаю, многим уже знакома форма. Напоминает юзурьковские воблера. Некоторые модели хардкора, если я не ошибаюсь. То есть здесь тело довольно-таки высокое. Больше похоже на шею, скажем так, а не на мину. Соответственно, вытянута в длину. Имеется ярко выраженное такое вот брюшко. По детализации здесь имитация жаберной крышки. С обеих сторон, соответственно. Насечка, имитирующая чешую. Имитация боковой линии. 3D глаза. Здесь по визуально составляющей все довольно-таки качественно выполнено. Имеется такая вот усиленная лопаточка. Выглядит лопатка таким вот образом. Установлена под острым углом она. Петелька установлена непосредственно на самой лопатке. В такой вот небольшом углублении. И также здесь имеется заводное кольцо для облегчения зацепа приманки за поводочек у нас, соответственно. Оснащена двумя тройниками приманка. Повторюсь, мустадовские. Очень липкие тройники за данный ценовой сегмент. Особенно за данный бюджет. Присутствует система дальнего заброса. Выполнена в виде перекатывающихся вдоль тела шаров. Воблер довольно-таки шумовой. Отличная у него игра на равномерной проводке. Очень довольно-таки упористый воблерок. Отлично он подойдет как для спиннингов в заброс, так и для ловли на так называемый троллинг. Подойдет он в первую очередь для ловли щуки, судака. Ну и в прилове может попасться довольно-таки неплохой окунь. Игра у него довольно-таки активная у данного воблера. Повторюсь, он очень упористый. Опять же, в своем диапазоне, например, веса. То есть палочку нужно иметь подходящую. То есть дэдэшные воблера, они в принципе все довольно-таки упористые. Я думаю, многие про это знают уже. На спиннинг, если применять, например, я бы советовал проводку не только равномерную, но и так называемую стопонтовую. Особенно если воблерок у нас будет чиркать дно, то доходит до дна. Даем небольшую паузу, чтобы он подсплыл. Затем опять проводочку, чтобы воблер как бы у нас проступил под дно. Довольно-таки эффективная проводочка получается. Зачастую на такую проводку отлично реагирует щука. Данный воблер можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео оставлю промокод рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр, до свидания.